Вопрос о Советском, о том, что есть люди, которые его уважают, ценят, например, как я, и есть люди, которые к нему относятся совсем иначе, как мои оппоненты, абсолютно правомочен. Мы должны жить в одной стране, уважать мнение друг друга и каким-то образом здесь понимать, что есть нечто, что для нас важнее, чем эти наши разночтения. Это трудно. В стране до сих пор идет горячая война информационная или холодная политическая, но с этим надо кончать. Если говорить о том, как с этим кончать, то есть один способ, пора перестать проклинать и восхвалять, надо понимать. Абсолютно отвратительно уравнивание фашизма с коммунизмом, потому что оно уживо. Коммунисты через слово вспоминали французскую революцию, якобинцев. Это просто факт. Если взять документы, Гитлер ненавидел все это. Он ненавидел якобинцев так же, как он ненавидел коммунистов. Они для него были воплощением вот этого левого, идеи развития, идеи прогресса, гуманизма и так далее. Он их ненавидел. И Томас Манн поэтому говорил, что с коммунистами мы можем договориться на почве воли к улучшению человечества, а с этими мы не можем договориться. Это нужно тоже понимать. Однажды в одной компании, а у меня физиономия моя появляется по телевизору довольно часто, что не могу сказать, что имеет только плюсы. Но неважно, появляется и все тут. И значит я появляюсь у друга в компании, а там уже сидят сильно подвыпившие его друзья, военные разведчики. Я-то трезв, а они уже сильно под газом. Ну, пришел там аналитический герой, там все знает. Ну-ка давай мне прогнозик, что там будет, да, не даром. Бывает такая привычка, сильно выпив, так сказать, повыяснять, уважаешь ты меня, не уважаешь. Я этого не хочу всего. Ухожу в сторону, говорю, давайте, вот я хочу поднять тост за именинника, за его маму. А, что там, сказать, ты сейчас про какие-нибудь идеи, а меня ничто кроме моей семьи не интересует. Какие мне идеи, ты давай. Я говорю, ну давайте все-таки за маму. Да, да, давай. Она была настоящим человеком своего времени. Я говорю, какого времени? Какого времени, добавляя неприличное слово? Времени великих свершений, времени коммунистических ужасов. Тебя только твоя семья интересует. Ты внучке, что про бабушку будешь рассказывать? Во что ты превращаешь свою семью? Коротенький обрывок рода, два-три звена и уж ясны заветы темной старины. Это же вообще все полный хаос в сознании, понимаете? У меня подруга есть, была, сейчас уже надо говорить, студенческая. Ну я не видел ее лет 40. Но потом мне говорят, что она там умерла, достаточно трагически, все. Но я в память просто о ней еду на похорон. Там стоит женщина, которая кричит, что она вот Танька, она была такая, 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 замечательная. Ну я стою с цветами, слушаю. И когда у Белого дома мы, настоящие люди, встретились, чтобы дать отпор совкам, она была с нами, а где она еще могла быть? Что я тебе могу сказать, дорогая моя, теперь тут у твоего гроба, если смерти, то мгновенной. Вы помните из какой песни? Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону, уходили комсомольцы на гражданскую войну. Значит, у нее в сознании полная каша. Это все равно, что если вы видите человека, у которого пятки к лопаткам вот так вот приросли. Если это настоящий белый, или кто угодно, уже не будет брать банк ассоциаций из песен на гражданскую войну комсомольцы. Значит, она не белая и никакая, она сумасшедшая. Мы свели свое общество с ума. И надо снимать эту травму сейчас, не обострять ее, а снимать. Теперь, что происходит вокруг этой, как бы, шашлычной антисоветской. Можно, наконец, поговорить на любимую тему. Проблемы сегодняшнего дня остры. За них надо отвечать. Можно, так сказать, в них запутаться. Совершенно непонятно, что происходит. А есть одна любимая тема с полоборота. Одни включатся в одно, другие в другое. И что мы опять делаем? Мы опять не хотим понять, чем было советское прошлое. Какие в нем существовали ценности. В чем в нем было ужасное. Какие его ошибки мы не должны повторять. Перед нами, между прочим, лежит кейс. Все говорят, а что вот в результате кризиса поняли, когда пыль развеялась и декорации, так сказать, обвалились. Что оказалось на сцене? А на сцене, между прочим, оказался Китай. Как открытый кейс. 80,5% роста в условиях падения везде. И достаточно тяжелого у нас падения. Уже на первое место в мире он начинает выходить чуть ли не по электронике. А не только по стали и цементу. Он главный кредитор США. У него самый большой золотовалютный резерв. Мы понимаем, что это значит? Что это для нас значит? Это значит, что Китай, управляемый, реформируемый административно-командной системой, страна однопартийная, в которой партия, знаю это, потому что езжу тогда и там работаю, до сих пор проникает во все поры общества, вплоть до отдельной семейной ячейки, страна, где существует немного государственно контролируемых банков, страна, где суперкрупные корпорации, так сказать, фактически работают в режиме, так сказать, министерств, но только более эффективных. Вот эта страна победила в мире. А нас в чем убеждали? Что командная административная система это бред, она не реформируемая, ее можно только сломать. Значит, Китайцы сумели ее реформировать? Они мировые победители, они снимают пенки с кризиса. Значит, как будто этого нет, как будто бы ничего нет. Теперь с идеями. Что такое коммунизм? Молодость мира, не молодость мира, что, куда? Там же ведь одна идея была крупная. Новый человек и новый гуманизм. Это не тривиальное в коммунизме. Это то, вокруг чего существуют наработки. Так что теперь говорит Гринспан? Аллен Гринспан, бывший глава Федеральной резервной системы США. Он говорит, что кризисы будут повторяться, потому что такова человеческая природа. Ничего себе! Все эти либералы говорили, что мы построим правильную схему управления, политическая демократия и экономический рынок. И тогда даже самая плохая природа будет работать на благо. И кризисов не будет. Устойчивое развитие. Теперь оказывается, что кризисы будут повторяться, потому что и человеческая природа. Но если кризисы будут повторяться, то и войны, и революции будут повторяться. Но мы, между прочим, с ядерным оружием. Значит, либо мы действительно занимаемся природой человека. По-настоящему крупно. Либо мы обречены на ядерную войну. С уничтожением человечества. Так значит, снова природа человека на повестке дня. Но это же коммунистический вопрос. Но не буквально. Ни шесть соток земли, ни распределения, ни какая-нибудь, так сказать, казарма. Но вот это-то есть. Это было русское ноу-хау. Мы сами от него, не мы, потому что я никогда не отказывался, а население, убежденное кем-то, само это откинуло. Теперь что получается? Третий пункт. Империя. Империи в прошлом, все в прошлом. Извиняюсь, Евросоюз это что такое? Ну по факту это что такое? Там орден Карла Великого уже введен. Это реализация мечты Габсбургов и Карла Великого. Это империя. Демократическая, прекрасно. Давайте строить демократическую. Чтобы был единый центральный банк, политические институты, со временем конституция, армия, отсутствие виз, единый экономический хозяйственный комплекс. Значит они строят империю. А весь этот разговор об Амера, об американцах, это что то же самое? Американцы хотят объединять сейчас Канаду, США и Мексику, тоже империя. А халифат что такое? Значит мы начинаем отбрасывать в своем опыте то, что оказывается на повестке Дня мира. Это глупо. А сводить все это к дрязгам вокруг шашлычной, это значит снова понижать градус, а задача наша его повышать. Нужно понять самих себя. И нужно понять, что если мы самих себя закрасим черной краской, своих отцов, дедов назовем совками и все прочее, то мы подпишем смертный приговор своему народу, своей стране. Потому что после этого еще сто лет нас должны исправлять в режиме оккупации. Вот этого допустить нельзя.